всем привет ребята вы на моем канале и с вами как всегда леса и как вы уже догадались у нас сегодня мукбанг чаепитие поэтому быстренько наливайте себе кружечку чего-нибудь вкусного горячего бодрящего у меня как всегда моя бадья с чаем без сахара за окном бушует такое в разгаре московское лето сегодня утром у нас было плюс 8 поэтому чай лишним не будет так ну и что же мы сегодня будем такое вкусненькое есть но как вы видите это маффины или попросту говоря кексики потому что вот эти заимствованные маффины капкейки кексики они в африке кексики это сорти они все по разные вот этот я вижу уже с вишенками этот какой-то вообще неопознанный и этот с какой-то красненькой штукой ну в общем попробуем сейчас начиная с вот этого в чем мы будем сегодня с вами болтать мне бы хотелось сегодня поднять я что-то сегодня в таком философском настроении знаете мне хотелось бы поднять сегодня тему современных стандартов красоты если можно так сформулировать поговорим о косметологии о пластинческой хирургии о том что люди на что люди идут для того чтобы соответствовать каким-то только им ведомым канонам красоты и что сейчас в моде скажем так давайте сейчас попробуем волшебные звуки кексов это ананасы что ли или яблоки по-моему все это яблоки или вообще бруша короче вкусно ну так вот очень часто мне в комментариях задают вопрос о том как я ухаживаю за своим лицом чем я пользуюсь как эта девочка в прошлом к прошлому видео спросил о том как вывести прыщи попросила и подсказать вы знаете ну я не знаю кого за это благодарить генетику там наследственность у меня всегда была абсолютно непроблемная кожа ребята я поняла это банан такой как-то даже в подростковом периоде вот эти все там в общем проблемы с кожей меня миновали было там чего-то ну не так что прям сильно ну и по сей день весь мой уход за кожей заключается в том что я ну и вообще за лицом заключается в том что я умываюсь естественно там каждое утро каждый вечер обязательно смываю макияж перед сном а если у меня есть и наношу крем на ночь могу вместе с кремом навести какую-нибудь сыворотку типа там такое для увлажнения знаете что это такое это и то это если у меня это есть а если нету ну нету так нету когда мы жили во Владивостоке я полюбила очень тканевые маски такие знаете корейские они зачастую бывают продаются в индивидуальной упаковке такая тканевая масочка с разрезанными для глаз вот одеваешь ходишь ты в ней какое-то время снимаешь классный эффект от них вот иногда такое делаю ну очень редко и что касается посещения косметологов ну я могу раза два наверное в год сходить на чистку и то если у меня вдруг что-то стукнет в голову если хочется резко каких-то преобразований по части красоты последний раз ну я ходила к косметологу наверное прошло очень ну в общем бог знает когда вкусно так он крошится как-то неудобно видеть но был один случай моего знакомства с инъекционной косметологией скажем так я делала себе мезотерапию в прошлом году прошлым летом по-моему сейчас вам расскажу как это было это очень смешно короче говоря у меня в москве есть хорошая подружка которую я очень давно знаю она тоже из донецка мы были знакомы еще когда в институте учились и она сюда переехала после войны ну и я здесь уже в итоге оказалась после всех своих перемещений мы хорошо общаемся поддерживаем связь вот она на этой теме просто повернута у нее есть там личный этот косметолог которому она ходит наверное ну как бы как мне кажется чуть ли не там несколько раз в месяц вот как у нее выходной так она обязательно у косметолога она все время делает какие-то пилинги хренилинги она вколола себе вот сюда в носогубные складки какие-то нити которые типа ну эффект натяжения с губами там вообще какая-то феерия все время происходит сначала она их постоянно подкалывала чтобы они были побольше потом они в итоге из-за того что она колола разные препараты ну не одной той же фирмы а разной начали браться у нее комками она начала колоть что-то чтобы наоборот они сдулись а сейчас она опять их колет чтобы они опять были большие в общем там я уже запуталась в этих всех губных делах и это при том что она у меня на два да на два года она у меня младше я глядя на всю эту феерию ну как-то так вдохновилась ну плюс она мне прочитала целую лекцию о том что нам-то уже не по шестнадцать леса и надо типа уже короче вот настала пора что-нибудь колоть думаю ладно достала так настала короче решили мы с ней вместе в очередной раз ее походу к косметологу решила я с ней пойти вместе уколоть это без терапии кто не знает это в общем специальный шприц такой для косметологических инъекций тоненькой иголочкой тебе обмазывают все лицо каким-то анестетиком ну такое все за ним ну типа обезболивающего все занемело и тогда тебе вкалывают серии коротких маленьких уколов но по всему лицу какой-то там витаминизированный коктейль куда входят витамины и гиалуроновая кислота и что там только не входит то есть даже не понимаю как она это решилась в общем мы пришли с ней так получилось что у косметолога вот это с вишенками знаете прям вишенки у косметолога прям такая плотная запись на популярный косметолог и мы сидели в очереди с моей подружкой там была еще одна девочка которая после нас была по записи и что-то мы вот разговорились на эту тему всю косметологии а девочка на меня это смотрит и спрашивает у меня а сколько у тебя в скулах стоит я говорю в смысле что стоит она ну как ты давно колола скулы и сколько это типа кубиков и я такая ребята я до того момента даже не знала что оказывается в скулы тоже что-то колят представляете чтобы они были вот ну такие более выдающиеся и я такая да я ничего не колола никогда никуда и эта девочка попутно же начинает рассказывать что она пришла как раз на такой укол вот скулы подколоть а я на нее смотрю и прихожу в ужас потому что девочки от силы ну лет семнадцать по виду и такое молоденькое такое свежее красивое личико прям сияющее да пускай там не идеальное с точки зрения каких-то ею надуманных пропорций но она такая вот настоящая я не видела правда что с ней было после того как ей укололи эти скулы приблизилась ли она там к своему идеалу красоты ну ладно об этом потом короче заходим в кабинет этого косметолога намазали меня этим анестетиком прокололи мне в общем эту мизотерапию ну это не то что там какой-то слабенький дискомфорт это капец как неприятно ребята и несмотря на то что все лицо занемело это без боли еще но все равно это как бы была очень 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 неприятная процедура ну я же вся такая думаю ладно потерплю тем более неудобно было перед косметологом не будешь я там верещать на весь кабинет героически все претерпела думаю ничего это все во имя красоты сейчас я приду домой вообще такая прекрасная как мне подушка рассказала что после мизотерапии эффект вообще огонь лицо будет бархатное и такое прямо все у себя у меня в принципе не было претензий к своему лицу особо никаких ну думаю может еще будет лучше больше всех ржал с этой ситуацией мой муж потому что я уходила со словами скоро ты увидишь меня прекрасную оказалось что у меня очень близко расположены как-то там сосуды к коже и при вот этих уколах микротравмочки в любом случае как бы это неизбежно но если у моей подруги это было там два-три еле заметных синячка у меня все лицо было в такую конкретную крапинку синюю знаете вот тут на подбородке такой синяк как будто бы мне кто-то так нормально ну в общем красоты там особой естественно не было понятно эти синяки там через несколько дней не прошли но того вот вау-эффекта которого я ждала я не то что не увидела я вообще не поняла а что это было как говорят у нас на Украине кстати ну к чести этого косметолога который мне все это делала она на меня так посмотрела когда я к ней зашла и говорит сколько тебе лет ну я говорю столько-то столько-то он такая раз с одной стороны с другой говорит да ну я не вижу зачем тебе честно я тебе говорит раз ты уже конечно пришла ну давай уколем если ты хочешь но я считаю тебе пока не надо что и в общем она мне когда уколола сказала короче давай иди и как минимум еще пару лет чтобы я вообще тут не видела у меня такая мукай под шумок уже все кексы съела вот так что я как бы к этой индустрии косметологической отношусь с большой опаской ребят вы знаете что меня больше всего пугает в этом да вот если зайти в инстаграм и посмотреть на профили ну этих общепризнанных известных инстаграмовских красавиц да они красивые я не спорю они холеные они все вот такие вот ухоженные но они одинаковые это же реально какой-то один шаблон под который подгоняются все лица вот эти губы этот подпиленный нос в пипку ну дай бог чтобы глаз глаз не касались ну а то и глаза переделывают понимаете чтобы побольше были эти обколотые опять таки скулы вот такие вот эти удаленные комки рыбиша которые знаете удаляют чтобы лицо вообще было как у рыбы вот такое ну вот эти одинаковые лица этот какой-то современный идеал красоты к которому мы в итоге пришли да ну у меня это просто приводит в какой-то ужас потому что ну они действительно ну на мой взгляд они все одинаковые эти девицы ну невозможно нет никакого никакой индивидуальности нечему зацепиться просто вот ты смотришь на это лицо и не за что глазу зацепиться да я знаю что у меня допустим там с точки зрения тех же канонов инстаграмовских у меня тонкие губы там может быть не идеальный впипку в такую нос и все такое прочее да я никогда этого не делала и никогда не сделала я более чем уверена но это мои губы и это мой нос и несмотря там на то что это далеко от каких-то там стандартов современной красоты они мне нравятся та же косметологиня она мне сказала а не хочешь там себе верхнюю губку подколоть а то она у тебя такая тоненькая да тоненькая но она составляет мое лицо понимаете это тоже часть меня это если я уколю губы если я подпилю нос если я там удалю эти комки или что там еще удаляют но я перестану быть той лисой которую я привыкла видеть в зеркале и я к этому совершенно не стремлюсь я считаю что пластическая хирургия и все вот эти манипуляции это оправдано в том случае если допустим ну это чисто какие-то уходовые процедуры потому что та же мезотерапия которую вот я делала да которую я проколола ну принцип процедуры неплохой то есть подпитать лицо витаминами сразу изнутри точечно это здорово если есть такая возможность если есть такая необходимость и я думаю что когда там пройдет несколько лет и у меня там начнутся уже какие-нибудь возрастные изменения на коже я тоже буду это все делать это круто но это все хорошо в меру но когда приходят девочки к пластическим хирургам с фотографией Анжелины Джоли вот так вот и говорят сделайте мне вот так же это так глупо на самом деле потому что ну Анжелина Джоли одна такая в мире и да у нее очень красивое лицо но если посмотреть на ее фотографии в молодости она ничего радикального с собой не делала у нее такие пухлые губы от природы да может где-то там она подкорректировала их форму у нее такой нос от природы вот она от природы такая задуманная она красива да она красива но если те же манипуляции с собой проведет какая-нибудь там Дуня из Саратова я ни в коем случае не обижаю Саратов это такой собирательный образ это не факт что она даже не так это факт что она не будет при этом Анжелины Джоли она все равно останется той же Дуней только уже с переделанным чужим лицом которое ей абсолютно не свойственно и не идет по большому счету да если вам это мешает по жизни вот что у вас допустим там критично большой нос вот вы не любите себя с этим носом и вы хотите что-то с этим сделать и тогда вы себя полюбите после того как его там подпилите окей вот тогда я согласна ну можно это пойти давайте последний кексик ну так вот ну нужно очень четко понимать эту грань то есть действительно ли вы хотите это сделать потому что себя не принимаете там с таким родным носом который у вас от природы либо вы поддались на этот массовый психоз я по-другому не могу это назвать и стремитесь к каким-то надуманным идеалам красоты которых на самом деле не существует почему есть общепризнанные мировые красавицы да внешность которых совершенно далека от этого идеала даже Николь Кидман у нее вообще тончайшие губы а Джулия Роберт тут этот рот у нее от уха до уха но они красивы они обаятельные у них есть шарм они себя любят и это видно и для этого им не обязательно отбиливать нос докачивать чего-то там свои тонкие губы удалять пришивать дошивать и все остальное такой красивенький у нее походу больше ничего нет вот это просто сверху такая ляпочка из крема в общем что я хочу сказать как итог ребята нужно в первую очередь полюбить себя как личность как человека ваше лицо оно уникальное вот природа вам дано и это прекрасно научитесь его делать красивым не прибегая к каким-то таким вот экстренным мерам а если вам уже это нужно то все равно сто раз подумайте перед тем как это делать ну что я допустим не могу себе представить с вот такими вот накачанными губами не могу и слава богу не хочу короче самый вкусный был первый кексик который непонятно с чем то ли с бананом то ли с яблоком то ли с ананасом ну что я надеюсь вы тоже со мной попили что-нибудь вкусненькое и съели что-нибудь вкусненькое у меня очень радостное событие ко мне завтра приезжает моя мама в гости я безумно этому рада очень за ней соскучилась поэтому возможно ребят я на пару дней выпаду из эфира и следующее видео будет скорее всего уже после выходных я надеюсь вам понравилось сегодняшнее чаепитие под этим видео я вас очень прошу напишите мне какие еще темы вы хотели бы от меня услышать потому что в принципе как бы есть много идей но хочется послушать и вас что вам было бы интересно ну и самое главное помните лиса вас очень очень любит мои лесята пока пока пока